Здравствуйте, уважаемые телезрители! Эта программа сегодня с нами и в гостях у нас сегодня гость, гость Эстонии, гость города Кухлоярви, гость Северо-Востока, представитель Российской Федерации Хабибулина Екатерина Анатольевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Классический вокал, маленькая опера, бессменный ее, скажем так, мотор Ольга Павловна Бундур со своей командой оценивает, ставит оценки, выявляет лучших. И вот, может быть, вспомним, как с этим конкурсом вы начали сотрудничать. Да, эта история была очень интересная. В 2008 году я искала конкурс, куда бы привезти свой ансамбль «Юноша и Русь». И мне посоветовали обратиться к Ольге Бундур, сказали, что вот есть такая женщина удивительная, живет в Таллине, и она проводит конкурс академического вокала. Дали мне ее электронный адрес, и я написала Ольге Павловне письмо. Она мне сразу же ответила, причем тон письма был такой очень добрый, но в то же время энергичный, и прямо захотелось с этим человеком дальше общаться. Но она предложила мне не просто приехать из Удмуртии, которую она знает не понаслышке, она была у нас, и она просто обожает вообще вот удмуртскую землю, ей все у нас понравилось, и гостеприимство нашей удмуртской земли, и голоса, какие у нас есть в нашем крае. Она тоже многих певцов знает, и хоровые коллективы. Поэтому она сразу предложила приехать нам, коллективам, не просто на конкурс, а сначала в Таллинн, чтобы там встретиться с коллективом маленькой оперы, с театром маленькой оперы, сделать совместный концерт и познакомиться поближе, а потом все вместе поехать в Кохотлоярвы на конкурс. Это было сколько лет назад? 2008 год. Достаточно много лет. Практически с 10 лет, 8 лет уже связано с маленькой оперой. Но поскольку вопрос пошел от того, что вы представляете Удмуртию, город Ижевск, я думаю, будет интересно узнать вообще нашим телезрителям, что же из себя представляет сегодня. Поскольку наше познание, наверное, тоже связано только с одним человеком, который многое сделал в области вооружения, и фамилия генерала Калашникова звучала, но вот недавно ушедший в мир иной, звучала достаточно часто. Так может быть, от человека, который знает про Удмуртию и про Ижевск побольше, хотелось бы услышать чуть-чуть об том крае, в котором вы живете. Ну, Удмуртия, она, как о нас говорят, мы придуральцы. И мы расположены между Татарстаном, Пермским краем, Кировским краем. То есть, вот где-то вот у нас протекает река Кама и Вятка, и поэтому мы как бы считаемся Приволжским округом. Вообще, город Ижевск – это город мастеровых, город ремесленников, и начинался он с заводов, Дерябин основал там завод, и отсюда уже пошло развиваться такой сначала рабочий поселок, а потом уже вырос в город промышленный, большой промышленный город. У нас есть металлургический комбинат, у нас есть машиностроительный завод, нефтемаш, который машины делают для нефтяной промышленности, завод пластмасс и радиозавод. В общем, этих заводов очень много. И в основном, конечно, они у нас, промышленность вот такая расположена, она у нас в центре города в основном. То есть город, и вот тут же окружен заводами, внутри города прям заводами. Проживают сколько сейчас? Где-то порядка 650-670 тысяч человек проживают в Ижевске. Ну, так скажем, что это два талина. Ну да, у вас там 300. У нас 400. 400. Ну, почти, почти два. А что касается культурной жизни? Культурной жизни, у нас самая главная наша гордость. И не все знают, что в городе Воткинске родился Петр Ильичиковский и прожил здесь 7 лет со своей семьей. Как раз его отец был инженером, который работал на Воткинском заводе нашим строителем. И маленький Петя, 7 лет, да, Петр Ильич, тогда маленький Петя, 7 лет, он впитывал удмуртскую культуру. И мы очень надеемся, что это именно удмуртская культура, может быть, пробудила в нем интерес к музыке, к народной песне. Ну, надо несколько слов, чем вы конкретно занимаетесь? Я работаю в музыкальной школе, и я хормистер хора мальчиков и юношей. Ну, вообще, не хора, а ансамбля. Большой? Ансамбль у меня 12 человек юношей, ну и мальчиков где-то 18 человек. Сразу же такой вопрос, что я знаю, что у вас есть и взрослые, да, ансамбли, и ансамбль, и дети, которые он поет. У меня всегда такой, скажем так, профессиональный, любительский и взрослые, и дети. С кем легче заниматься? Везде есть свои особенности. С детьми есть сложность, как объяснить детям. Работа идет через подачу образа. Как научить ребенка правильно дышать, правильно пользоваться резонаторами. Это непросто. Когда они становятся старше, уже объяснить взрослому человеку гораздо проще вокальную работу. Но, как с любым возрастом, везде свои сложности. У детей ведь есть переходный возраст, когда они не хотят ничего делать, они хотят только сидеть в компьютере или общаться со сверстниками. А более взрослые, вот в моем коллективе сейчас старшем, почти все выпускники, осталось два человека, которые еще не закончили музыкальную школу. И вот кто-то уже три года назад закончил, но продолжает ходить, но уже просто по доброй воле, потому что ему нравится петь. Он хочет петь, душа просит. А как становятся хормейстерами? Случайно. Как случайно? Ну, я случайно стала хормейстером. Вообще никогда не хотела. Это не мое. Я математик по складу ума. И я вообще везла документы в университет, на физико-математический факультет, потому что я победитель олимпиад была неоднократных. Меня там уже ждали. Но я встретила в трамвае преподавателя, который давно-давно меня учил в хоре петь. Она говорит, Катюша, ты в музыкальном училище? Я говорю, нет. Она говорит, ты что? Тебе там надо учиться. Я говорю, я два года назад закончила и не собираюсь туда, даже не думала, мыслях не было. Она говорит, давай, приходи. У нас в июне экзамен, а в университете в июле. Ну вот, я на свою голову пришла, в июне поступила, и все, в университет я уже не пошла. Ну, всему этому учились в детские годы тоже? Музыкальная школа. Вообще я скрипачка по музыкальной школе. Петь не умела. Петь не умела, и когда в училище поступила, мне всегда говорили, что я профнепригодна вообще. Ну, никогда не хотелось создать, наверное, для себя такой образ большого исполнителя, да? Исполнителя нет, спасибо уже. Нет, или великого хореографа. Хармистера. Нет? Нет. Все-таки цифры побеждали. Даже не знаю, что там побеждала. У меня, видимо, характер такой, что мне нравится узнавать новое и учиться. Я очень люблю учиться. Поэтому то, что у меня не получалось, я не умела петь. Поступила в училище. Я научилась петь, но самое главное, это я знаю, что я могу научить других петь. У меня у самой нет от природы голоса. У нас в некоторых школах есть хорошие коллективы, хоровые коллективы. Вот в Удмуртии хоровое пение как-то в школах. И вообще, как преподают, скажем так, музыку, пение в школах? Очень интересно было бы сравнить нашу и вашу систему. Очень хороший вообще вопрос, потому что недавно буквально мы его обсуждали. У нас в Вежеске проходит уже пятый, наверное, или шестой раз фестиваль в Зарнипелем. Привезли к нам его девочки из Самары. И каждый год собирают участников. И мы с ними когда встречаемся, они рассказывают свои впечатления. Они говорят, что вот как классика хоровое пение исполнительства на инструментах, там фортепиано, там другие классические инструменты, то вот в Вежевск это просто очень много заявок и очень высокий уровень по сравнению с другими регионами. То есть все отмечают, что у нас хоровое искусство в Удмуртии. Очень любимо, очень востребовано и уровень достаточно высоких хоровых коллективов Удмуртии. У нас очень тяжелый вопрос, скажем, да, интеграционный вопрос. Правда, уже две программы в государстве прошли, сейчас уже третья, она несколько видоизменена по названию. Удмуртии, насколько есть возможность, во-первых, им заниматься, во-вторых, насколько он популяризируется и вообще вот что касается вокруг языка. Вы же простите, я сегодня попробую уже по пользу случаем, немножко порасспрашиваю и в этом направлении. Ну, это направление тоже мне очень близко и понятно, я работаю в этом направлении. Так получилось в течение обстоятельств, что моя подруга, народная артистка Удмуртии Надежда Уткина, она меня вот к удмуртскому языку и к удмуртской культуре приблизила. И я заинтересовала, что действительно, сравнивая, как относятся к языку к культуре, ух, тоже Эстония ваша, да, и как у нас с этим дело обстоит. В принципе, делается все, чтобы удмуртский язык был изучаем. У нас есть специальные удмуртские классы, в частности, в гимназии, где находится школа искусств, в которой я работаю, эта гимназия имеет программу специальную для обучения удмуртскому языку. То есть они набирают детей, которые хотят изучать удмуртский язык, и родители, которые их приводят, они осознанно приходят. А в последнее время есть тяга к этому, чтобы познать, расширить познание удмуртского языка? Есть, у нас есть бесплатные курсы, куда может прийти любой для того, чтобы выучить удмуртский язык. И очень много сейчас молодежи, не стесняясь, разговаривают на удмуртском языке. На улице можно встретить удмуртскую речь, на дискотеке, в клубах ночных тоже. А в репертуаре удмуртский язык? И в репертуаре коллективов, очень много, и фольклорные, и академические коллективы обязательно поют на удмуртском языке. Вот мы привезли сюда, я привезла ребят, которые обязательно поют песни на удмуртском языке. И не просто, что я их так требую, им нравятся удмуртские песни. Они потому, что очень красивые. Вернемся, наверное, к связке, вот, я понимаю так, что Ижевск, Кохлоярви, да? Да. Через конкурс. Через конкурс именно, да, все это началось. И как Вы представляете дальнейшие, наверное, возможности вот этой организации, наверное, продолжения вот этой связки, расширения ее? Очень хочется, чтобы было продолжение расширения. Вот этим летом я уже привозила сюда художников с тем, чтобы мы расширили не только музыканты, но еще и художники, чтобы влились в это направление нашей дружбы между Ижевском и Кохлоярви и Эстонией вообще. И вот результатом была выставка в январе месяце, где представитель Кохлоярви был у нас в Ижевске, на открытии выставки пленэрных работ «Утка в лодке». И я бы хотела, чтобы теперь, например, вот я уже предлагаю даже Италию привлечь и коллективы пригласить, поехать с нашими коллективами на молодежное лето в Италии в 2015 году. Я прошу прощения, это через проектную работу все происходит или напрямую договариваемся? Это напрямую, это напрямую договариваемся и просто ездим. А проекты, это вот «Утка в лодке», который был проект, это проект именно. То есть через проекты можно делать очень много разных... Поскольку я понимаю, в этом проекте принимал участие другие самоуправления, Эстония, да? Да, Пыльва, художественная школа города Пыльва принимала. Вообще мы с ними начинали художественный проект, даже не с ними, с Ольгой Павловной опять. Ольга Павловна Бундер. Я ей говорю, Ольга Павловна, художники на меня обижаются. Ну что это такое? Вы ездите с музыкантами, мы тоже хотим. И они мне сказали, организуйте нам, пожалуйста, пленэр в Таллине. Я говорю, давайте. И Ольга Павловна тут же откликнулась, сделали приглашение, она помогла гостиницу найти. То есть вот так. А потом уже я познакомилась с директором Пыловской школы художественной санны. И она сказала, я хочу в Удмуртии, я хочу с Удмуртией. И они приехали к нам на конкурс. Солнышко в лукошке он тогда назывался. Ну и потом мы стали уже вместе. Они к нам, мы к ним. А чем привлекают проекты, которые связаны с Эстонией? Ну мы же относимся к одной финно-угорской группе. И мы когда делали фольклорный проект, который у вас проходил два раза, а один раз мы проводили у нас в Удмуртии, вот этот параллель обрядов, песен, танцев, мы нашли очень много общего. Даже какие-то языковые вот эти вот корни, да, они похожи у нас. И мысли мы как-то в одном направлении, я бы сказала. И поэтому вот эта интересная связь, посмотреть, а как у вас, а как у нас. Так оказывается, у нас мы такие же, как вы, мы так же мыслим, мы так же поступаем, у нас похожие песни какие-то. И вот последний проект вот этого фольклорного лагеря, даурьёспыр, который проходил у нас в Удмуртии, и там делали две свадьбы, удмуртская и эстонская. Ну мне кажется, это была вообще жемчужина всех вот этих трёх лет, потому что настолько он был хорош, настолько он был такой вот, ну яркий. И он показал именно это родство наше. А вот в Ужевске какие большие праздники проходят? Я всё-таки пытаюсь выйти на удмуртские истоки, поэтому хотел бы узнать. Вот есть какие традиционные праздники? Ну вот прежде всего вот этот Гербер, праздник окончания посевных работ. Это очень грандиозный праздник, каждый год районы бьются, в каком же месте будет проходить этот праздник. Туда съезжаются не только со всей республики, но и соседи наши, татары Башхиры, Коми, Мариэллы, кого там только нет, и Мар-2. И приезжают очень часто в Финляндию, как партнёры в Венгрию, Эстонию тоже. А как же, да. И вот этот праздник объединяет, показывает, ремесленники там продают свои товары, какие-то игры. В общем, очень весёлый праздник на улице проходит. Потом у нас всеми любимый, это Рыжий фестиваль. Рыжий. Рыжий фестиваль, фестиваль рыжих. Ну, это всё праздники летом, а зимой тоже. Зимой у нас тоже есть. Клима тоже, да. Ну, и Масленица, и Рождество, всё это у нас отмечается на широкую ногу. И крещение, и гуляние на площади с песнями, с играми, с плясками. То есть, всё это, я думаю, вот эти календарные праздники, они и у вас проходят, мне кажется, тоже. Иванов, день ваш зять. Правда, оно по-другому называется. Слово шоу-бизнес, это сильно представлено? Шоу-бизнес? Представлено. Ну, я имею в виду, что идёт нормальный процесс, и своя консерватория наверняка. Консерватории у нас нет. Свои фирмы, которые занимаются, привозят артистов, увозят. У нас филармония работает. Филармония, да? Да. Поэтому всё это представлено. Ну, давайте вернёмся назад. Вот привлекает наш, поскольку уже 8 лет, 8 раз были, привлекает наш конкурс. Чем? Привлекает атмосферой добра, атмосферой высокого искусства и атмосферой качества. Во-первых, сюда приезжают не только из России мы видим. Мы видим, как, например, Белоруссия, чем живёт, дышит, какие там таланты. Латвия, Латвия, раньше Литва была, Казахстан, Азербайджан. То есть география такая разнообразная, она привлекает, с одной стороны. С другой стороны, что ещё тут очень подкупает, члены жюри открыты, они готовы взаимодействовать. И вот те мастер-классы, которые дают после конкурса, они дорогого стоят. Как для преподавателя, так и для детей. Ведь мастер-классы стали проводить не так давно, раньше их не было. И то, что их стали делать, это значит, конкурс умный. Он растёт вместе со своими создателями. Ну вот, будем честно, что ведь классический вокал, он не так широко распространён, да, по отношению, скажи, с попсой, с эстрадой совсем, да. В нём труднее ведь работать, чем, скажем, где-то в эстрадном жанре. Да, это действительно так. Сейчас каждый, кто более-менее может произнести текст в микрофон и красиво выглядит, он стремится на эстраду. И зачастую подменяют. Вот, в принципе, качественная эстрада, она тоже построена на тех же принципах, что правильное дыхание должна быть, правильная дикция, позиция, резонаторы. Грамотное эстрадное пение, оно тоже, так же, как академическое, очень сложное, высокого уровня певцы показывают блестящие результаты. Но вот очень многие думают, что вот чуть-чуть научились петь и сразу на сцену. А сколько лет надо, чтобы учиться, наверное? Ну, вообще учиться всю жизнь, честно говоря. Я не могу выйти на сцену, у меня вообще интересно этот вопрос. Не знаю. Я вот все смотрю, наблюдая со стороны, у меня сын мой учится, младший, в эстрадной студии. И я знала, ну, то есть я не обращала на свое внимание на своего ребенка, я знала, что он там, ну, нечистый, он поет. Я никогда не думала, что он будет певцом, а голос у него такой сипацой. Но он поступил в эту эстрадную студию, и у него преподаватель ему за месяц поставила дыхание правильное. Вот эту всю позицию, все она сделала. И он запел. Для меня это было просто, ну, удивительно. Вы тоже думали, что он будет математиком. Я не думала, что он будет математиком, но что он будет петь на сцене, я не думала никогда. Хотя сцена, вот это его. Я вот смотрю, у меня такой вопрос интересный всегда возникает. А как же, может быть, не надо детей учить быть на сцене самими собой? Мне кажется, это природой. Вот или дано человеку быть на сцене, неважно, академический вокал, эстрадный, а просто быть на сцене и вот дарить искусство. Или не дано это человеку. Вот в последнее время я к тому пришла к выводу, что как вы не учите, если это человеку дано, то он будет на сцене. А если не дано... Ну, ведь говорят, и медведя можно научить танцевать. Научить, да, но чтобы он на сцене добился каких-то результатов высоких и чтобы он был востребован публикой. Я в этом смысле. Научить-то можно. Я ведь вот научилась петь, но голос-то у меня нет. Хорошо. А вот за эти 8 лет, которые вы посещаете Гохлоярви, вы как-то подбираете тех, кого сюда везете, которые должны выступать в этом? Или вы уже так, как у вас идет, накатанный, собственно, один и тот же коллектив и приезжает и здесь выступает? Нет, я подхожу к этому очень серьезно и я привожу сюда вопросы. То есть я, например, с каким-то ребенком или с коллективом не понимаю, что мне делать. И чтобы посмотрели со стороны и посоветовали, я привожу этот коллектив, этого ребенка сюда. То есть по уровню? Ну, по задачам, которые я ставлю на тот момент для этого человечка, для этого коллектива. Остаетесь довольны результатами? После того, как приехала? Домой, когда приедете. Да, да. Едете домой и говорите, вот мы достигли. Я себе поставила жирную пятерку с плюсом и сказала, что я все сделала правильно. Выступили, может быть, там неудачно, где-то удачно, где-то нет. Но задачу, которую я поставила лично, как преподаватель, раз, как хорместер, два, как психолог, три. Я эти задачи решила здесь. Не спеши, приумолкни, не буди тишины. ПЕСНЯ 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 Здесь чистится, любимый, нашей русской земли. Здесь огонь негасимый мы навеки зажгли. У священного места, у могилы бойца, где солдат неизвестны, повторяют сердца, повторяют сердца. Не смуди его ветер, и снежинка нет кровь. Самый мирный на свете этот вечный огонь. Смотрит воин открыто весь одет и гранит. Нет, ничто не забыто, и никто не забыт. Нет, ничто не забыто, и никто не забыто. А что вы детям хотели, когда у вас есть возможности показать в Эстонии? Ведь они же тоже не так часто бывают, скажем так, за пределами. Я не знаю вообще гастрольную деятельность ваших коллективов, конечно, но тем не менее, если едете в новую страну, что бы вы им хотели показать? Чтобы по-вашему они должны были увидеть здесь? Прежде всего, первый же день, как мы приехали, я их отправила в шахту. Потому что надо же знать, что это за город, что тут добывают, что такое сланец. И вообще, они в восторге приехали от этой экскурсии. Они сказали, это было так потрясающе здорово. И кто-то там даже сказал, захотел статься шахтером. То есть это очень интересная была экскурсия для них. И это очень важно, чтобы они знали, куда они приехали, а чем тут люди живут, чем они занимаются, откуда взялся этот город. И такая история должна быть в любом городе, куда бы мы ни приезжали. Были мы в Италии, у нас были организованы экскурсии, именно вот посмотреть, какая она Флоренция, какая она Пиза, какой он Милан, а что там, откуда это взялось. И сразу идет параллель, какие там писатели, поэты, художники. То же самое в Эстонии. У меня друг Тию Кирсипу, знаменитый скульптор, когда я привожу художников, я обязательно устраиваю встречу с ней и другими художниками, скульпторами, которых я знаю или не знаю, это неважно, просто чтобы они понимали, что вот тут тоже такие талантливые люди, удивительные живут. А что бы Вы хотели, но не удается показать в Эстонии? Не всегда мне удается показать вот этот Ваш потрясающий праздник, певческое танцевальное поле. Не всегда. Потому что мы не можем каждый раз приезжать вот тогда, когда оно у Вас проходит. А когда мы приезжаем, когда проходит певческое поле, то нам негде останавливаться, потому что все занято. Все гостиницы и школы все заняты. Ну, все равно грандиозность, масштабность, наверное, впечатляет. Да, да. И хочется вот, чтобы ребята увидели, почувствовали вот это вот единство. Хотя у меня парни пели в больших хорах, но таких гигантских они не пели. В прошлом году нам предложила администрация города, они сказали, может быть, Ваш коллектив направить в Эстонию на певческое поле, давайте, поезжайте с парнями там, поучаствуйте. Я сказала, ну, хорошо, мы только за, мы будем рады. А вот возвращаясь опять, я все-таки буду до конца стоять на том, чтобы познать, что происходит в Удмуртии. Министерство культуры, да, при правительстве существует? Да, есть. Оно регулирует, да? А ниши спускаются в каждое самоуправление, в том числе, наверное, в столице, есть городское управление, так же, как везде, да? Да. Вы довольны вот, как бы, отношением правительства вообще к элементам культуры в Удмуртии? Это не провокционный вопрос. Да, я понимаю, ну, довольны быть всегда нельзя до конца. Только довольны до конца нет. Но мне очень нравится, что, например, администрация города Ижевска, Управление по культуре, они поддерживают проекты, которые мы предлагаем к рассмотрению, к реализации, они их поддерживают, они готовы к сотрудничеству, они помогают всегда, и это дорогого стоит. Ну, очень приятно слышать. Да. Мы гордимся нашей администрацией. Города наш. Ну, вот на этом фоне таких, может быть, хороших, скажем, да, положительных черт, что связано с культурой, вот, что бы вы, наверное, отнесли к слову трудности в культуре? Трудности – это, конечно, финансирование. Финансирование оставляет желать лучшего. Очень часто проект поддерживают и выделяют средства, а потом по каким-то обстоятельствам эти средства секвестируются. Так уже было трижды с моими проектами. И мы, конечно, выходили из положения, но, тем не менее, это есть. То есть денежных средств выделяется очень мало. А поскольку мы с вами относимся к финно-угорской группе, насколько северные страны помогают в осуществлении проектов для Удмуртии? В принципе, мы пишем в разные и фонд Кострена, и финно-угорский мир. И я заметила такую тенденцию, что вот в чистом виде на наши проекты выделяют только при условии, если мы берем партнеры финнов, например, там, венгров, эстонцев, ну, еще какую-то, не важно, какую страну, ну, то есть не напрямую, а как в партнерстве. Потом же, как бы, Россия включается в партнерство. То есть для того, чтобы мне дали где-то не в России денег на мои проекты, мне сначала надо найти там партнера, заинтересовать его в моем проекте. Мы пишем проект, но деньги выделяют туда, а мы просто как партнеры присоединяемся. Вот это вот такая тенденция есть на сегодняшний день, и она давно. А есть трудности с присвоением, например, звания? Почетный учитель, педагог, риограф, хормейстер, да, вот. У вас есть какое-то звание? Ну, да, у меня есть звание. Я, не помню, сколько лет назад, в общем, получила звание заслуженный работник культуры Удмуртской республики. Вот, и сейчас, вот сейчас это готовит моя администрация, они за этим следят, на их усмотрении это все делается. Я хочу сказать, что, наверное, невозможно не задать вопрос о творческих планах, когда говоришь с работниками культуры. Творческие планы. Меня сейчас очень привлекает вообще работа в проектной деятельности. И я бы хотела больше заняться проектной деятельностью, чем конкретно вот вокальной, хормейстерской работой. Хотя я не говорю, что я не буду вообще работать как педагог-вокалист и хормейстер. Пока у меня есть кого учить, и пока есть ребята, которые хотят, чтобы мы вместе работали с ними, я буду продолжать это делать. Но больше вот мне сейчас привлекает проектная деятельность, организация каких-то выставок, поездок куда-то. И я в этом направлении. Я сейчас опять на круги своя к математике возвращаюсь. Ведь проекты это не что иное, как цифры, деньги, средства. Денег мало, главное вот написать грамотно проект, ну и бюджет, конечно, составить. Но это тоже немаловажное занятие. Да, бюджет это самое главное в проекте. Для получения в проекте. А вот те проекты, которые у вас пишутся и которые финансируются, они обязательны с долевым участием? Я уж чисто профессионально тоже спрашиваю, вот такой вот задам вопрос. Нет, не обязательно. Не обязательно. Не ставится никаких проблем или не ставится никаких задач, что вы должны какую-то долю свою нести. Просто выделяются и финансируются они. Это зависит вообще от условий, кто выдвигает. Бывают такие проекты, где не выдвигаются условия. Но это, честно говоря, крайне редко бывает. Вот на моей практике я только один проект такой видела, да, нет условий таких долевых. А основная масса, вот они в условиях обязательно, то есть вы хотя бы 50%-то сами, а уж мы там вам может быть 10% подбросим. И что-то дадим. Да. Ну, хорошо. Наши рамки передач тоже какой-то имеют, точнее сказать, передача имеют какие-то рамки временные, несколько вопросов. А где отдыхаете? Судя по тому, как у вас проекты идут, у вас достаточно широкий такой, скажем, диапазон поездок. А где хотелось бы и где отдыхаете? В прошлом году я отдыхала во Франции, мне очень понравилось, очень. Я просто в сентябре сказала, если вы меня не отпустите в сентябре во Францию, то я не смогу работать весь год. Мне администрация пошла ко мне навстречу, мы поехали с друзьями отдыхать во Францию, очень хорошо. Уже в сентябре народа не было, такие пляжи были потрясающие, но купалось очень мало людей, в основном тех, кто из России. Ну, я хотел задать вопрос, если не в Ижевске, то где бы вам хорошо, комфортно жилось? Я теперь понял, что этот вопрос не идет, это, наверное, свяжет с Францией. Где, может быть, в какой-то другой точке мира вам было бы комфортно жить? Вы никогда не задумывались о которой? Я хотела бы уехать туда. В Испанию хочу. В Испанию. Мне очень нравится Испания. Значит, Испания больше нравится Франции? Да, больше Франции, Испания. Чем же она привлекает меня, если нескромно? Ну, во-первых, Испания чище, чем Франция, вот, по моим ощущениям. И там, не знаю, там такие солнечные вот люди, вот в Барселоне, вот в этом, в Каталании. И я, когда первый раз сюда приехала много лет назад, я поняла, что вот я бы здесь осталась жить. Я вот хочу здесь остаться. Все время лето. И причем лето такое мягкое. И люди улыбаются. У меня был, сыну было 4 года, и он там толкнул маленького, случайно, значит, толкнул маленького ребенка. Я думала, меня сейчас испанские папы просто убьют на месте. Потому что ребенок упал, зарыдал, я тоже испугалась. Но они подошли и давай успокаивать моего сына. Ничего, ничего, все хорошо. Малыша подняли, стали там, значит, успокаивать. В шишке проходят. В шишке проходят. Большие события в Новый год проходят. Я очень люблю с семьей быть в Новый год. Я как-то два года назад, я Рождество и Новый год встречала в Женеве. Я там работала полтора месяца с хоровыми коллективами. И я встречала там Новый год. И я поняла, мне так плохо не было в жизни никогда. Я поняла, что надо дома Новый год и Рождество быть дома. Ну что ж, я очень благодарю. У вас есть возможность сказать, может быть, кухлоярцам, северо-востоку, вообще Эстонии, эстонцам, русским. Все, кто здесь живет, какие-то добрые слова, пожелания. Поэтому воспользуйтесь. То, что камера на вас сейчас работает. Может быть, пару слов? Я очень люблю Эстонию. Я когда пересекаю границу, у меня такое ощущение, что все мои проблемы, заботы, волнения остаются где-то там далеко. И я приезжаю, ну как на вторую родину. Я не знаю, почему это происходит именно в Эстонии. Мне здесь так комфортно. И здесь такие люди замечательные, потрясающие просто, доброжелательные. Причем это ощущение я привожу в Удмуртию. И люди, которые приезжают потом со мной, они уезжают с такими же ощущениями. Гостеприимства, тепла, любви, которые нас окружают. Поэтому я от всей души желаю вам любви, тепла и здоровья всем. Помните, что мы все вас любим. Приезжайте к нам в гости. Спасибо большое за то, что вы нас смотрели. Я хочу поблагодарить нашего гостя этой программы. Сегодня с нами была Хабибуллина, Екатерина Анатольевна, Харельмейстер, живущая в Удмуртии, творящая в Удмуртии, в городе Ижевске. И активно принимающая в нашем конкурсе молодых талантов, которые проходят в городе Коплоярье. Спасибо вам большое. Спасибо.